МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Город. Новости по-выборски» в студии Виктория Невская. Здравствуйте! Вот лишь некоторые темы этого выпуска. Будьте внимательны и пристегните ремни. Кадеты напомнили выборским водителям о важности неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Джаз в старинных стенах. Маленькие серенады выборского замка исполнили будущие большие артисты. Она знает вкус травы Александровского сада. Воспитанники благотворительного фонда Дикони встретились с жительницей блокадного Ленинграда Валентиной Шумовой. Майские указы главы государства в Ленинградской области выполняются. Такую оценку деятельности правительства 47-го региона дал полномочный представитель президента на Северо-Западе Владимир Булавин. В первую очередь, это уровень заработной платы специалистов бюджетной сферы, положительная динамика в развитии сельскохозяйственной отрасли, переселение граждан из аварийного жилого фонда. В числе основных проблем по-прежнему остаются снижение смертности от тяжелых заболеваний и в результате ДТП высокий уровень младенческой смертности. В связи с этим в области в настоящее время реализуются несколько крупных проектов. Так уже в этом году начнется строительство областного онкологического центра в Кузьмалово. Эта программа у нас рассчитана на 5 лет и в течение 5 лет у нас современный корпус там должен появиться. Мы совместно с Ростехнологиями уже строим новый современный перинатальный центр в Гатчине и в следующий год год сдачи этого перинатального центра, финансирование более 3 миллиардов рублей, сомнений в реализации этого проекта нет. И самый крупный наш проект – это строительство современного поликлинического взрослого комплекса в составе еще на этой территории и новой детско-областной клинической больницы. По мнению Александра Дрозденко, реализация этих проектов позволит существенно улучшить ситуацию в здравоохранении. В Совете Федерации в эти дни проходят Дни Ленинградской области. Областная делегация представляет сенатором экономический, туристический и культурный потенциал 47-го региона. А сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и открыл выставку, посвященную экономическому, туристическому и культурному потенциалу области, а также выступил на части субъекта Российской Федерации. Трагедия произошла в поселке Каменка. На пожаре погиб мальчик 2012 года рождения. Как сообщает агентство новостей Оперативное прикрытие, возгорание в квартире одного из домов произошло накануне. Тело отправлено в морг для установления причины смерти. Обстоятельства трагедии выясняются. Внимание, дети! Очередную совместную акцию провели сегодня сотрудники Выборгского отдела ГИБДД и учащиеся кадетского класса школы номер 7. В преддверии летних каникул они напомнили водителям об их ответственности за жизнь и здоровье не только пассажиров, но и пешеходов. Наблюдала за происходящим и наша съемочная группа. Считанные дни остались до начала летних школьных каникул. Дети отправятся на отдых в загородные лагеря, на дачи и в дальние поездки. Часть ребят останется в городе и будет наслаждаться относительной свободой от постоянного контроля со стороны педагогов и старших членов семьи. Но это долгожданное и радостное для детей время прибавляет беспокойство их родителям. Забыв об осторожности во время уличных игр, ребята проявляют беспечность, нарушают правила дорожного движения и попадают в сводки ДТП. С 18 мая по 10 июня сотрудники Выборгского отдела ГИБДД проводят целый ряд профилактических мероприятий. Встречаются с учащимися школ города, рассказывают им о необходимости соблюдать основные правила поведения на дорогах. Но особая ответственность в период каникул ложится на водителей. Об этом мы постарались напомнить участники акции «Внимание, дети». Учащихся кадетского класса школы номер 7 по праву можно назвать верными друзьями инспекторов ГИБДД. Наш класс сотрудничает с Выборгским отделом ГИБДД и мы регулярно вместе с сотрудниками ГИБДД участвуем в акциях и рейдах. Внимание, дети, осторожно, дети, пристегните ремни. На этот раз дети обращались к Выборгским водителям, сдавали буклеты и листовки, призывали их быть более внимательными за рулем. Несмотря на то, что акция проходила утром, когда большинство жителей города спешат на работу, автолюбители с пониманием отнеслись к вынужденной остановке. У меня у самого дочка растет, я сам правилам ее учу. Сам водителям работаю в пожарной части, соблюдаю правила. Поэтому очень-очень хорошая акция, надо почаще так делать, потому что у нас есть водители, которые просто не пропускают даже пешеходов. Я не раз, уже не первый год езжу, много понаблюдал, как бы люди, есть хорошие люди, а есть, которые как будто живут одни на планете. В течение часа школьники при поддержке двух экипажей ГИБДД работали на одной из самых оживленных улиц города. В надежде, что их усилия не пройдут даром. Автолюбители, невольно ставшие участниками акции, призадумываются о своей ответственности и в следующий раз обязательно пропустят пешеходы на переходе. Не превысят скорость, даже когда опаздывают. Не забудут пристегнуть ребенка ремнями безопасности в машине. Скоро летние каникулы, детей на дорогах будет очень много, поэтому мы еще раз призываем, уважаемые родители, уважаемые водители, будьте внимательны на дорогах. Александр Телегин, Иван Лопатко, Медиагруппа «Наш город». В Выборгском замке запрещено проведение любых массовых мероприятий, соответствующие распоряжения издано музейным агентством Ленинградской области. По мнению экспертов, использование звуковой аппаратуры может усугубить ситуацию с разрушающимися конструкциями памятника истории культуры. По словам представителей областного комитета по культуре, как только обследование завершится, станет понятно, возможно ли возобновить проведение массовых праздников на Замковом острове. Многих горожан и гостей города, естественно, волнует судьба традиционных мероприятий, в том числе майского дерева. Как сообщают организаторы фестиваля, он пройдет 6-7 июня в Анинских укреплениях. Вероятнее всего, не состоится и знаковый для Выборга фестиваль «Серенады Выборгского замка». Об этом нам сообщила директор музея Светлана Абдулина, которая получила документ о запрете проведения на территории острова массовых мероприятий. Соответственно, придется отменить джазовый фестиваль, который в этом году должен был состояться в 20-й раз. И тем не менее, его величество джаз все же зазвучал в стенах старинного замка. В исполнении юных артистов из Петербурга. Вероника Когут расскажет подробнее. Джаз в старинной Выборгской крепости жил, живет и будет жить. Традиционный сигнал с башни Святого Олафа подают юные музыканты. Стартуют серенады Выборгского замка. На днях музейное агентство издало распоряжение о запрете проведения всех массовых мероприятий на территории острова. Бессменный руководитель замка и идейный вдохновитель джазового фестиваля Светлана Абдулина, с чьей легкой руки он 19 лет собирал сотни музыкантов и любителей джаза, нашла выход из положения. Один коллектив в течение часа играл джаз. На 20-х маленьких, как окрестили фестиваль организаторы, серенадах, выступил детский джаз-оркестр из Петербурга «Белые ночи». Открыл концерт его бессменный руководитель Владимир Фомин. 10 лет назад именно он открывал «Десятые серенады». С ребятами всегда тяжело работать. Дело в том, что надо же донести до них то, что хочется, и чтобы они смогли это сделать. Поэтому, в принципе, они все способны. Нет неспособных людей, есть ленивые. Лень бывает, перебарщивает немножко. Но, в принципе, я скажу, что эти ребята стараются. Музыкальные номера перемежались с просмотром видео. Светлана Абдулина нашла старые записи и показала их публике. 19 лет. Порядка 200 коллективов из России, Финляндии, Германии, Соединенных Штатов Америки и многих других стран. В стенах старинной крепости играли известнейшие мировые звезды. Давид Голощокин, Игорь Бутман, Петербургский Дикси-Лэнд. Бессменный ведущий, мэтр отечественного джазового движения Владимир Феертак. Удивительный фестиваль. Насладилась публика великолепной музыкой и в этот раз. Джаз в исполнении юных джазменов проник в самое сердце каждого слушателя. Кстати, название «Белые ночи» для детского оркестра придумал маэстро Голощокин почти 30 лет назад. С тех пор коллектив выпустил немало профессиональных артистов. Это блестящие музыканты Андрей Половко, Дмитрий Боевский, Иван Васильев и многие другие. Сегодня им на смену пришли не менее талантливые дети. Они любят музыку, но иногда не прочь и пошалить. Совершенно неожиданно публика узнала знакомую каждому мелодию. Конечно, в джазовом исполнении. Вообще, у меня все семейство музыкальное. Все семейство прошло через Владимира Родионовича. Мне так понравилось играть на барабанах, то, что я с мамой поговорила, и она меня на барабаны пела. А что для меня джаз значит? Музыка, музыка вещей, быстрый темп, танцы. Только в этом году я перешла в джазовую музыкальную школу номер 19. Мне сначала сказали, что я в ансамбль смогу поступить только в следующем году, но в итоге я поступила уже во второй четверти. Вообще, я очень люблю рок-музыку, я люблю играть на электрогитаре. Я когда слушаю джаз, я кайфую. Мне просто, не знаю, по душе. Остается надеяться, что этот концерт не станет последним аккордом. И джазовый фестиваль «Серенада Выборгского замка» будет жить. Вероника Когут, Александр Сорокин. Медиагруппа «Наш город». Детство, опаленное войной. В детском центре благотворительного фонда «Дикони» состоялась встреча с нашей землячкой, жительницей блокадного Ленинграда Валентиной Шумовой. Она рассказала воспитанникам центра о том, как приходилось выживать городу, окруженному блокадным кольцом. А юные выборжцы подготовили для почетной гости небольшой концерт. О том, как вкусна была первая весенняя трава в Александрском саду, узнала и наш корреспондент Наталья Березовская. Таких встреч со свидетелями, которые могут рассказать о самой страшной в истории человечества войне, современные дети ждут с нетерпением. Ведь пролетело уже семь десятилетий, а так хочется сохранить в памяти подвиг военные и гражданские, которые совершили миллионы людей, живших тогда. Белые блузки и рубашки, горящие на груди георгиевские ленточки в знак торжественности момента и уважения к почетной гостье. Сегодня к воспитанникам центра «Дикони» пришла одна из старейшим выборгской журналистики, жительница блокадного Ленинграда Валентина Шумова, девочка с Невских берегов, которой удалось выжить. Она и сегодня не может забыть соевую тюрю, студень из столярного клея, лепешки из опилок, которые не лезли в горло. И как ждали, прихода первой блокадной весны тоже отчетливо помнит. Напротив нашего дома был Александровский сад, но он сейчас существует. Там росла трава, и вот весной всю эту траву, все, что вырастало, все рвали и все ели. Конечно, чтобы выжить, многие семьи вынуждены были проститься с самыми дорогими вещами. У нас на Неве была такая барахолка, рынок такой, туда на льду прямо ходили и меняли что-то. Вот у нас, например, мама всю посуду хорошую поменяла. У нас были две миниатюрки левитана, между прочим, тоже поменяли. У людей что было, там золото, кольца, там цепочки какие-то, все несли, меняли на кругу в основном. Рассказала Валентина Шумова и как спасались с помощью буржуек от ледяного холода в неотапливаемых квартирах. Мебель ломали. Вот у нас остались в квартире кровати, потому что они были железные. Их не разломаешь и не сожжешь. А потом паркетный пол. Мама выламывала эти паркетины, а это потом фанеры застилали, дыры эти. И обливалось кровью сердце, когда для того, чтобы поддержать очаг, в него приходилось отправлять книги. Это, конечно, ужасно, ребята. Книги жечь – последнее дело. Только фашисты этим занимались. Но нам приходилось, потому что книги хорошо горели. И тепло-то надо было поддерживать. И воду кипятить можно было только на этой буржуике. В этот день дети мирной страны узнали и о том, что значит жить под звуки метронома. Когда тревога, он так вот стучал. Часто-часто. И мы знали, что воздушная тревога – лучше сиди дома. Это по радио, да? Да, по радио. А когда тревога кончалась, он мерно так отбивал. Вам не было страшно? Конечно, было страшно. Ну, а что делать? Жить-то хотелось все равно. Город жил тем, что мы в нем жили. И не давали городу умириться, не давали городу сдаться. Жизнь победила. Враг отступил и был вскоре победоносно разгромлен. А о тех детях, которым пришлось слишком рано повзрослеть, сложили песни, которые продолжают жить в поколениях и которые поют все вместе. Стояли со взрослыми рядом, мальчишки у стен Ленинграда. С материнской нежностью и счастьем в глазах смотрела в жительница блокадного Ленинграда, девчонка из 45-го, на тех, кто идет на смену. Я на свете недавно живу, и стою знаю, как мечтан, но зато по большую войну я живые скалы слышу. Все ватагой, когда разрешили, ребята бросились рассматривать награды. Пусть не боевые, но стойкостью и мужеством, желанием выжить и жить дальше заслуженные. Они благодарили и звали в гости снова. А главное, обещали читать и беречь книги. Наталья Березовская, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Предлагаем вашему вниманию выступление участников проекта «Стихи о войне». Шумят в отможайском дремучей еле, и сосны шумят потерявшие сон. Четыре недели, четыре недели, сражался там настричный субботален. Фашистские танки все ближе и ближе, нас врага поясни с сон кольцом. Багровое пламя шинели наближут, но все же стоим мы к смоленскому лицам. От взрывов летят осколки косы, и падает на свече седая сосна. Пускай мы погибли, но будет Россия, но будет Россия во все времена. Шумят в отможайском дремучей еле, и сосны шумят потерявшие сон. Четыре недели, четыре недели, сражался там настричный субботален. А я войну лишь видела в кино, и книг о ней немало прочитала. Весь ужас видеть было не дано, а о блокаде рассказала мама. Мороз и холод Ленинград сковал. Студенную водой Нева делилась. Тушили зажигалки по ночам, и лишь во сне цветы и звезды снились. Казалось, город тихо умирал, но метрономы, как сердца, стучали. И Шостакович музыку писал, по радио стихи Бергольц звучали. Спасибо всем, кто выжил в том аду, за то, что столько лет живем в покое, за детский смех в соседнем детсаду. Спасибо всем за небо голубое. Вечер Гумилевых на рубежной 18. В межпоселенческой библиотеке состоялась очередная увлекательная встреча. На этот раз речь шла о Николае и Льве Гумилевых и их участии в войне. Отца в Первой мировой, сына Великой Отечественной. Лекцию читала одна из создателей и хранителей мемориальной квартиры музея Льва Гумилева Марина Козырева. Стихи – артист Петербургской государственной филармонии для детей и юношества Дмитрия Ефименко. Подробнее в следующем сюжете. Война. Она не делит людей на военных и гражданских, на крестьян и интеллигентов, на взрослых и детей. Война не оставляет выбора, воевать или нет. На защиту Родины встают и рабочие, и поэты. Об этом речь шла на очередной встрече в межпоселенческой библиотеке. На этот раз выборская публика имела возможность пообщаться с одной из создателей и хранителей музея квартиры Льва Николаевича Гумилева Мариной Козыревой и артистом Петербургской филармонии Дмитрием Ефименко. Тема лекции – отец и сын в войне. Как выяснилось, они оба буквально рвались на фронт, когда родной стране потребовалась защита. Николай Гумилев, негодный к службе по здоровью, договорился с врачом, который выдал ему соответствующую справку. В ходе Первой мировой войны был награжден Георгиевскими крестами. Его сын Лев Гумилев участвовал в Великой Отечественной войне. Сидевший в то время в лагере, лишь в конце 44-го он добился разрешения отправиться на фронт. Дошел до Берлина. Марина Козырева была много лет знакома со Львом Гумилевым. В 64-м году ее познакомил с ним тогда еще будущий муж Александр Козырев. Его отец, известный астрофизик, сидел вместе с Львом Николаевичем в лагере под Норильском. В университете мы шли вместе по коридору, мне хочется познакомиться с Львом Николаевичем Гумилевым. А я говорю, конечно хочу, потому что у меня Николай Ильич и Гумилев сразу сложились. А я стихи отца очень любила, мне папа их в детстве читал. И когда я его спрашивала, папочка, а кто это написал, он говорил, ой, а я не помню, я в молодости его учил и забыл. И только когда я кончила школу в университет, он сказал, что вообще-то это Николай Гумилев, но, пожалуйста, все это мне не упоминай. Артист Дмитрий Ефименко никакого отношения к семье Гумилевых не имеет. Но 30 лет назад, прочитав статью о поэте Николая Гумилеве, захотел поработать с материалом. В 89-м составил целую программу, которая востребована и по сей день. Стихи Николая Гумилева, они как-то отсылают вообще ко всем, по-моему, тайнам. Это как Пушкин, в котором можно увидеть все, так и в Гумилеве можно увидеть все, что хочешь увидеть, что душа желает. Творческую программу открыла волшебная скрипка Николая Гумилева. А завершила стихотворение «Рабочий», написанное в 1918-м и ставшее для поэта пророческим. В 21-м он был расстрелян. Упаду смертельно за тоскую, прошлое увижу наяву, кровь ключом захлещет на сухую пыльную и мятую траву. И Господь воздаст мне полной мерой за недолгий мой и горький век. Это сделал в блузе светло-серый, невысокий старый человек. Замечательным, по мнению литераторов, поэтом был и Лев Гумилев. В молодости он писал стихи, потом ушел в науку. После 1974 года, когда его статьи перестали печатать, начал читать лекции студентам. У него вообще мышление было совершенно необычно. Он мог иногда какую-то вещь очень такую тривиальную высказать так, что все так рот разимут. И вот студенты не успевали лекции записывать, потому что он так и шарашит их. А институт на него смотрит, спорит. Он разрешал посреди лекции обращаться к нему, обсуждать что-то. Гости межпоселенческой библиотеки демонстрировали публике раритетные фотографии и документы, раскрывая все новые подробности биографии Николая и Льва Гумилевых. Следующая встреча в библиотеке Нарубежная, 18, пройдет 22 мая. Жители и гости Выборга смогут пообщаться с известным петербургским писателем Евгением Белодубровским. Вероника Когут, Александр Сорокин. Медиагруппа «Наш город». Окно в Европу все ближе. Как мы уже сообщали, любимый многими фестиваль российского кино в этом году пройдет с 7 по 14 августа. До 1 июня работает отборочная комиссия, которая оценивает фильмы всех основных направлений – игрового, неигрового и анимационного. А между тем, стартовал прием заявок на участие в конкурсе короткометражек «Окно в интернет». По его условиям, фильм продолжительностью до 20 минут должен быть снят в прошлом или нынешнем году. Заявки принимаются до 15 июня. Победитель сможет представить свою работу на кинофестивале. Правительство Российской Федерации одобрило льготную ипотеку на жилье, которое находится на стадии строительства. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, до начала марта следующего года ипотечный кредит на приобретение строящегося жилья с земельным участком можно будет оформить на льготных условиях, предусматривающих процентную ставку в размере 13% в годовом выражении. Согласно внесенным в правило о субсидиях на льготную ипотеку изменениям, с заемщика снимается обязанность страховать жилье, жизнь и здоровье до момента оформления права собственности. Официальный курс валют на 21 мая, установленный Центральным банком Российской Федерации, составляет евро 55,24 рубля, доллар 49,79 рубля. За призовые места боролись представители 10 районов, в тройке лидеров оказались сильнейшие – сборные Выборга, Гатчины и Сланцев. Спортивная фортуна улыбнулась в этом году спортсменам Сланцевского района, серебро завоевали наши земляки, бронза досталась баскетболистам из Гатчины. У спорт – ты воспитатель поколений. Детский спортивный клуб «Волна» сегодня открылся в Выборгской гимназии номер 11. О знаковом для школы события возвестила барабанная дробь. Спортивный праздник стартовал с выступления шоу-группы «Барабанщицы». Череду творческих поздравлений продолжила юная гимнастка. Ее номер сорвал бурные овации. Педагогов и гимназистов приветствовали почетные гости и директор гимназии Наталья Моисеева. Они рассказали, что уже к следующему учебному году будет модернизирована пришкольная спортивная площадка. Здесь появится современное поле для мини-футбола и зоны для занятий различными видами спорта. Дети, я думаю, очень нуждаются в том, чтобы их привлекали более активно к таким спортивным соревнованиям, спортивным мероприятиям, где они могли бы показать свою ловкость, свою смелость, свою находчивость. И создание нашего спортивного клуба «Волна» предполагает расширение и привлечение в этот клуб как можно большего количества школьников, ну а впоследствии, может быть, даже и взрослых. В рамках открытия спортивного клуба состоялся и первый волейбольный матч. Играли волейболистки гимназии. В копилке их достижений – серебро в областных соревнованиях и бронза чемпионата Выборгского района. Идейным вдохновителем создания клуба выступил отличник физической культуры и спорта, руководитель школьной волейбольной секции, учитель физкультуры Игорь Никифоренко. Это мероприятие, на первую очередь, рекламная акция для всех, чтобы дети шли, занимались спортом, физкультурой, чтобы становились здоровее и крепче. А волейбол – это просто то направление, которым я лично занимаюсь, более плотное, так как все обхватить, конечно, тяжело. Многие дети и так занимаются в кружках, в секциях, в спортивных школах. Просто выступаю под эгидой школы, они будут являться членами спортивного клуба школы «Волна». Сегодня в волейбольной секции и гимназии занимаются 30 детей. В планах руководителей уже в следующем году увеличить их количество до 90 человек. Расширится и перечень видов спорта, которыми дети смогут заниматься в клубе. Всероссийская многодневная велогонка «Мемориал Василия Никифорова» завершилась в Выборге. В этом году она включала в себя пролог на 7 километров и три этапа групповых гонок. В соревнованиях принимали участие воспитанники Выборгских школ «Фаворит» и «Локомотив», а также спортсмены из Петербурга, Сестрорецка, Пскова, Великих Лук и других городов. В генеральной классификации победителем был объявлен Александр Козин из Калининграда. Серебряным призером многодневной гонки стал локомотивец Вячеслав Иванов. Бронза у его напарника по команде Владислава Воробьева. Выборгские дзюдоисты показали достойные результаты на межрегиональном турнире. По традиции его приурочили ко Дню защиты детей и в этом году 70-летию победы. Более 400 спортсменов из Ленинградской и Архангельской областей, Санкт-Петербурга, Пскова и других городов России боролись в четырех возрастных и девяти весовых категориях. В турнире разыграли 144 комплекта наград. В командном первенстве золото завоевала сборная Твери. На этом наш выпуск завершен. Мне остается напомнить, что самые свежие новости по будням каждый час и в субботу в 9.42 и 10.42 на радиоволне 91.2 FM. Следите за эфиром, вступайте в группу Выборг ТВ ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке и в Твиттере. А также заходите на сайт выборг.тв. Будьте с нами, будьте в курсе. А я благодарю вас за внимание. Всего доброго. В четверг в Выборге ожидается облачная погода с дождями. Днем в нашем городе не выше плюс 13, ночью 7-8 градусов. Ветер западный 3-5 метров в секунду. В Петербурге облачно, возможно, слабый дождь. Днем плюс 18-20, ночью 8-10 градусов. Ветер южный 5-6 метров в секунду. В Лапинранте переменная облачность. В первой половине дня ожидается сильный дождь. Температура воздуха днем 11-13, ночью 8-9 градусов тепла. Ветер северный 4-5 метров в секунду. В Хельсинки облачно с прояснениями, осадки незначительны. Днем 14-16, ночью 6-8 градусов со знаком плюс. Ветер западный 4-5 метров в секунду.